Пожалуйста, Челпон, вам слово. Во-первых, хочу вас всех поблагодарить, что вы все пришли, организаторы, за такую организацию данного форума, что на данный форум пришли представители разного сектора. Спасибо за представление, я зовут Челпон, я представляю агентство по гарантии качества ЭДМЭД. Следующий слайд, я немножко расскажу про нашу организацию. Ну, наша организация была зарегистрирована в 2012 году, и мы являемся организацией, которая подвигает международные требования и стандарты к обеспечению качества системы образования. И миссия нашего агентства, в которой задерживаются все сотрудники нашего агентства, является это постоянное образование, которому доверяет общество и признает международная марсиональная среда. И наша организация при поддержке и финансировании ЮНЕСКО была реализована проект, на протяжении четырех лет мы его реализовывали. Это проект по ОУРу, образованию и интересам устойчивого развития. Как вы знаете, уже было сказано и господином замминистром, и госпожей Бойко, о том, что ОУР у нас едет в суре 4, а именно в задах 4 и 7. И ОУР является тем инструментом, который позволит и позволяет постижению всех 17 суров. Следующий слайд, пожалуйста. Я не буду рассказывать о цели, вы поняли, что это про ОУР. Я скажу, что мы в течение 2019 года по 2023 года реализовали эти проекты. Здесь вы можете увидеть небольшие фазы, в которых мы проводили те или иные мероприятия. Далее просто подытожу и скажу, единый итог, который мы достигли в конце проекта. Проект, к сожалению, уже завершился, но сама идея и продвижение ОУР, она у нас до сих пор имеется. Следующий слайд. И вот результат проекта за 4 года, что мы достигли, какие результаты мы имеем по ОУРу в нашей стране. Это отсек цифровых модулей по ОУРу, которые затрагивают, я до этого сказала в начале, затрагивают практически все вопросы, темы направления 17 суров. И в нашем, получается, мы вот эти модули у нас были по направлениям экологии, здравоохранения, культура, демография, медиаграмотность. Также мы сделали, разработали модули по финансовой грамотности и осознанному потреблению. И в данных модулях тоже есть отличные тематики по ЦУРам. Мы провели, и чтобы мы данные модули пилотировали в школах, они у нас прошли пилотирование. И чтобы наших учителей как-то замотивировать, потому что они это продвигают бесплатно, мы проводили два конкурса. Это на уровне страны и один конкурс мы провели региональный, это на уровне Центральной Азии, в котором принимаем участие Казахстан, Кыргызстан и наши страны Кыргызстан. И охват у нас как продолжение, то есть мы постарались охватить все семь областей нашей страны, семь школ, ну, школ в семье областях. И также на последнем этапе мы постарались обменяться опытом, и поделиться опытом с нашими странами, да, с странами Центральной Азии. Ну, участниками были это Министерство образования трех стран, два национальных института по обучению квалификации, с нашей стороны это Республиканский институт по обучению квалификации, с Казахстана это был институт по обучению квалификации, ОРЛЕУ, также была академия, Кыргызская академия образования, школы, представители, методисты городских районных отделов образования. Также мы вовлетели в наш проект два вуза, это флата федератического университета, это государственный университет имени Арабаева, и Оржский государственный университет, а также мы вовлетели в проект восемь экспертов в ООУ. И такие мы разработали методические разработки, помимо наших модулей, да, которые мы старались интеллировать, вот, проделатировать в школах, мы также разработали курс повышения квалификации, для учителей на 72 часа, и его передали Республиканскому институту повышения квалификации, они его проводят, и также мы, получается, в образовательные программы, а также в программах преподавателей в вузах, они тоже интегрировали курсы по ООУ. И в целом мы обучили 163, учителя 4 уже применяют ООУ на своих занятиях, 1350 учащихся 5-6 классов, они прошли пилотирование, и методисты Саяна Бурануа, они прошли наши тренинги. Следующий вопрос, пожалуйста. И чтобы понять, да, как вообще прошло пилотирование, как прошел, получается, какие результаты достиг проект, мы проверим по окончанию проекта исследование, и замерили наши результаты. И у нас был опрос среди учителей, считая, ли они темы ООУ, которые они сами подвигали, внедряли, интегрировали, которые использованы уроки, по изучению устойчивого развития, способствовали формированию навыков. Мы измеряли, получается, когнитивные, поведенческие и социо-эмоциональные навыки. И мы рады результатам, что вот 76 в конце концерта учителей подтвердили, что есть изменения в поведении учеников. Следующий вопрос. Также по итогам мы обнаружили, что внедрение ООУ имеет положительное влияние на мировоззрение поведения учеников в пилотных школах, что учителя с интересом использовали ИКТ-обучение, потому что мы применяли в ООУ и также использование ИКТ-технологий. И очень такой вот важный момент, когда мы начали, только проект, это был 2020 год, год пандемии, когда все ушли на дистанционку, и вот эти тренинги, они прям хорошо зашли нашими учителями, они очень благодарили это нас. И также мы провели вопрос в виде родителей, и родители тоже сказали, что темы, которые мы пилотировали и изучали, они необходимы для их детей, и они видели изменения в своих детей. То есть дети стали заботливые, заботятся окружающей среде, заботятся о своем здоровье, они стали более вежливые в WhatsApp-группах, они начали, даже в какой-то момент одна родительница сказала, что мой ребенок, он стал как-то нежно называть Апакеем меня. это, конечно, как бы не маленький, какой-то результат был, я считаю, что это очень хороший результат, когда уже дети стали более осознанно и как-то толерапно и вежливо общаться, и доверить, общаться со своими родителями. Они стали самостоятельно принимать решения, они организовывали различные экологические проекты, и одна ученица тоже нам сказала, что те уроки, которые проходили по УУРу, были намного интереснее, чем в обычной уроке. Ну, я в конце скажу, в следующий слайд, в конце скажу, что проект будет способствовать в долгосрочной перспективе, то есть получение качества образования, которое будет направлено на формирование нового поколения учащихся с набором навыков, то есть с набором 21 века, и знания об устойчивом образе жизни, которые в целом будут способствовать устойчивому развитию страны. Улучшение компетенций учителей в применении ИКТ, технологии и активных методов обучения будут в процессе преподавания для программирования результатов обучения обысоким развитию учащихся, изменение содержания методов обучения, которые позволят развивать учащихся межсекральные компетенции, гибкие навыки, что будут их готовить к реальной жизни, и изменение отношения учащихся к миру, и вообще в целом подготовка и решение проблем глобальных, да, проблем на следующий слайд. И вот какие рекомендации вообще после окончания проекта мы хотели сказать, ну, во-первых, естественно, необходимо масштабировать и популяризировать ОУР в нашей стране, потому что ОУР вообще реализовывается с 2003 года, но мы сегодня тоже обсуждали с коллегами в перерывах о том, что не все знают об ОУРе, и ОУРе только начали, начала такая популярность только в последние два года, хотя он, ну, как бы, ведется, ведет работу с 2003 года. И также необходимо создавать межведомственную группу по координации инициативу ОУР, потому что ОУР это не только прерогатива Министерства образования или Министерства природных ресурсов, но надо его и какие-то другие министерства. И также может быть мы хотели бы, чтобы была бодельная страничка об ОУРе на официальных образовательных платформах, потому что все-таки учителя они все-таки ориентируются на утвержденные государственные страницы и те материалы, которые у нас размещены на государственных органах, страницах государственных органов. И продвижение как обязательная часть жизни для устойчивого развития. Почему? Потому что все равно то, что мы должны готовить уже наше поколение к тем глобальным проблемам, которые уже мы сами ощущаем это вода, чтобы ребенок чистил зубы, вода просто не текла с крана, к примеру. И все-таки, чтобы популяризировать среди учителей, необходимо, наверное, создавать какой-то республиканский, возможно, конкурс по ОУРу и тем самым популяризировать его среди школы учителей. И мой последний слайд я хотела закончить, что то, чему мы учимся, становится частью того, кто мы есть. Спасибо за внимание. Спасибо большое.